Глава 8. Рабочий день. В принципе, эта глава идет продолжением прошлой и в основном расписывает именно рабочий день. Первая часть этой главы это пределы рабочего дня, Марс говорит о том, что пределы рабочего дня, он с одной стороны может быть около нуля, то есть очень короткий, практически не тратит никакого времени, а с другой стороны можно его растянуть до 24 часов и соответственно весь день работать. Но опять же, если мы весь день будем работать, 25 часов мы никак не сможем сделать, потому что день с другой стороны ограничен с физическим временем. Как вы рассматривали на прошлом занятии, Марс приводит пример, что в его времена 6 часов из 12-часового рабочего дня уходили на производство, во-первых, переменного капитала, тот, который идет на зарплату рабочим, в другом случае постоянного, это тот, который уходит на ресурсы, на обновление машин, на амортизацию, на все остальное прочее. В 6 часов у нас шло прибыли, маржи, та, которая поступает капиталисту в карман. Опять же, возвращаясь к прошлому занятию, мы на прошлом занятии выяснили, что у нас сейчас 8-часовой рабочий день, и первые 2 часа идут как раз на постоянный переменный капитал. А 6 часов по-прежнему идет прибыль капиталисту. То есть, да, рабочий день сократился у нас, но мы как работали по 6 часов на прибыль капиталисту, так и остаемся на этом уже уровне. Отсюда приходим к следующей части, очень интересной. Следующая часть этой главы называется «Неутолимая жажда прибавочного труда». И Маркс очень подробно в примерах описывает, что вот эту часть капиталист постоянно пытается увеличить теми или другими способами. Для примеров он приводит рабство в Америке, когда рабов, хотя, казалось бы, раб в собственности у хозяина, ему надо было бы его хорошенько сберечь, так как это его собственность. Но, несмотря ни на что, он его чрезмерно нагружает, чрезмерно заставляет работать. И, соответственно, раб где-то за 7 лет срабатывался в ноль и умирал. Следующий пример он берет уже из феодальных отношений, там в части крестьянства. И по поводу, там отдельно крестьянные берутся крепостные, также берутся и свободные, которые должны были отрабатывать на барчине. И он также показывает, что из 12 дней, которых якобы должны были отрабатывать рабочие на барчине, на хозяина земли в виде налога, они отрабатывали гораздо больше. И если мы выкидываем праздники, выходные, непогожие дни, там получалось чуть ли не все 100% времени. То есть, там таких много очень интересных исторических примеров, которые как раз и показывают, что эксплуатация при капитализме возрастает. Потому что, следующее, он берет фабрики, рассматривается, когда рабочие трудятся уже не на плантациях, негры, рабы, не крестьяне феодальные, а именно уже на фабриках. И на фабриках он приходит к тому, что вот эту часть времени, которая уходит на прибыль капиталиста, она увеличивается нечрезмерно. Там же он такую интересную вещь приводит, что лошадь может работать в день 8 часов всего лишь физических нагрузок. Если ее перегружать, она умирает. А человек считается, что он может работать 24 часа, и ничего с ним не будет страшного. Опять же, чем это объясняется, что рынок труда перенасыщен рабочими, рабочим их много, безработица. Если даже в данной конкретной местности рабочие заканчиваются, всегда могут приехать гастарбайтеры и изменить рабочих своих. Опять же, пример Англии тогдашней, приезжают немцы, французы, и в Лондоне активно трудятся, работают. То есть, гастарбайтеры были еще тогда, а нам говорят, что со времен Маркса все изменилось. Ну и так, плавно Маркс в третьей части переходит уже именно к английской промышленности и рассматривает именно то, что происходит в Англии. Точно так же разбирает все эти случаи, донесения, законодательства, все-все-все, что тогда было трудовое право. И приходит к тому, что вот эта часть, опять же, вырастает до беспредельных размеров, жадность настолько велика у капиталистов, что они идут на такие напряжения труда, что приводит в том числе и к вырождению английской нации. Опять же, это не только насчет английской нации, он там предлагает и другие варианты, смотрит. Да, и у нас, в принципе, ничего хорошего не было. То есть, допустим, если в Германии призывник вырастал до нужного размера и роста, чтобы искать винтовку, 18 лет, в России тогда он вырастал в 21 год. То есть, ему надо было гораздо больше времени, чтобы вырасти до нужного роста, чтобы хотя бы винтовку держать, чтобы можно было с ней обращаться. Та же самая была ситуация в Англии. То есть, чрезмерная работа, детский труд, плохие условия труда приводили к вымиранию нации. Опять же, возвращаясь к прошлому пункту, да, что жажда наживы не останавливает капиталистов, и они ищут себе трудовые ресурсы где-нибудь еще. Как увеличивается это время? Опять же, Марс приводит очень много примеров, и некоторые моменты буквально очень банально. Составляют работать на 5 минут раньше начала рабочего дня. На обед предлагают задержаться, после обеда, после рабочего дня задержаться. То есть, человек по 5 минут дорабатывая там, 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 в течение недели накапливается до 6 часов. То есть, капиталист, вот эти 6 часов, когда он получает чистую прибыль, да, отбрасывая всю остальную часть, он из 5-дневной рабочих, там, 6-дневной, он из 6-ти превращает 7 дней дополнительных работ, только за счет того, что накидывает по 5 минут на всякие перерывы. Более того, что самое интересное, актуальное сегодня, опять же, у нас та же самая картина. Марс рассматривает несколько кризисов тогдашней эпохи, когда предприятия, во-первых, закрывались, сокращались, а во-вторых, сокращали рабочий день до 4-х дневной недели, допустим, да, то же самое, что мы наблюдаем и сегодня. То есть, заказов мало, работы на всех не хватает, и предприятие уходит на сокращение рабочего дня, на количество сокращений рабочего дня. Я сам с таким сталкивался, да, у нас там выгоняли по одному месяцу без содержания, но тут, чтобы сократить, так сказать, расходы на зарплату. Открываем за баском, смотрим, там куча предприятий перечисленных, которые постоянно переходят на 4-х дневную рабочую смену. Но при этом, несмотря на весь этот кризис, несмотря на то, что рабочих много, заказов мало, все равно фабрика работает не весь день, даже тогда капиталист идет на то, что увеличивает вот это время прибавочное все теми же ухищрениями, да, то есть там 5 минут с обеда, 5 минут с пораньше, 5 минут попозже. Еще очень интересный момент, да, приводит пример. Производственная цепочка работает, обслуживает все это дело. Вот рабочая смена идет 12 часов, ты 12 часов на станке работаешь, а когда 12-часовая смена работает, этот столнок надо после этого обслужить, там смазать, почистить, это уже типа не работа фабрики, и рабочие остаются без зарплаты, без ничего, обслуживают эту технику сверх того, соответственно, приращивая опять же маржу, которую получает капиталист. И плавно переходим к четвертой части. Вот это вот стремление увеличить рабочий день приводит к тому, что капиталист доходит до абсурда и начинает пытаться эксплуатировать рабочих 24 часа. С одной стороны, это имеет под собой обоснование, да, есть производства, которые не могут быть остановлены на ночь, на выходные, то есть круглосуточные производства, да, например, там, выплавка стали какой-нибудь, то, что мы убрали в предыдущем задаче, в предпредыдущем задании, да, то есть печка работает, ее останавливать нельзя, она должна качать. Электричество у нас должно гореть 24 часа, соответственно, 24 часа должна работать вся эта система. Соответственно, мы приходим к мысли о том, что нужна смена, потому что человек 24 часа не может работать подряд, он начинает засыпать, вырубаться, отключаться, он просто не способен столько работать. Соответственно, мы приходим к вопросу о сменах. Когда рабочий день делится, там, ты работаешь днем, ты работаешь вечером, или мы работаем 2 через 2, 3 через 3, или сутки через 3, очень много разных композиций, мы их сейчас рассматривать не будем, в марксе это есть все очень подробно. Хочу делать маленький акцент, да, ладно, понятно, где производство работает круглосуточно, его нельзя остановить по техническому процессу, да, комитет атомную станцию нельзя на ночь глушить, а днем обратно запускать. Там, понятно, требуется 24 часа работать, все 24 часа максимально. Но есть производство, где этого не требуется, где выпуск продукции можно осуществлять спокойно днем, то есть утром пришли, запустили производство, вечером остановили производство, пошли домой спать. Капиталист хочет работать на своих станках, опять же, обращаясь к предыдущей главе, постоянно, да, потому что износ примерно время все тратится, то есть увеличивая просто свою маржу, он заставляет работать производство 24 часа. И Маркс обращает внимание на то, что ночная работа, человеку не свойственность, человек не мною животное, существо, называйте как угодно, ночная работа очень плохо влияет на здоровье, в том числе, опять же, на здоровье женщин, детей, то есть они страдают, будущее поколение страдает, идет вырождение нации. Так. Тут же можно еще очень интересную мысльную добавить, очень актуальную тогда и сегодня, опять же, становящуюся еще более актуальной. Англия. Христианская, католическая, протестанты, там христиане. У христиан все верующие люди, все понятно, да, воскресенье выходной, Бог так завещал, но почему-то как-то это их не останавливало, несмотря на то, что капиталисты тоже христиане, они чтут все эти христианские заповеди, они заставляли своих рабочих, в том числе, работать и по воскресеньям. То есть, опять же, показывает, что, да, никакая христианская вера не способствует добродетельному отношению к рабочим, которые делают тебе прибыль. Прибыль превыше всего. То же самое можно сказать, допустим, про Израиль современный, да, там суббота священный день, да, израильтяне в субботу не работают, но наемные работники, которые у них приезжают из других стран, они по субботам прекрасно работают. И никакая вера, религия, православие, все что угодно этому не мешает. Жадность настолько высока, что рабочий день готовы увеличивать до бесконечности, даже несмотря на физическое ограничение 24 часа. Опять же, мы обсуждали перед началом главы очень важный момент. В советских программах учебных эту часть, эту главу, как правило, выкидывали. То есть, там исторические отсылки, они считались не очень интересны, надо сокращать, чтобы быстрее ученики все это охватили. Если не прочитать эту главу, не понимая, во-первых, насколько капитализм жаден, как он может выжимать из тебя дополнительные соки, выжимать твою жизнь и что это может к чему приводить, к вымиранию, в принципе, человека, как вида. Причем, опять же, сторонники капитализма, алибетарианцы какие-нибудь, опять же, Маркса показано, что при капитализме эксплуатация возрастает. Она просто возрастает. Чист цифрами. Берем, читаем, она возрастает. И тут мы приходим тогда к следующему моменту. Это борьба за нормальный рабочий день. Уже тогда, 200 лет назад, нет, наверное, чуть дальше, да? Давайте мы сначала остановимся на Англии. Сначала, опять же, так как мы начали рассмотрение, точнее, Маркс начал с Англии, соответственно, идет сначала по законодательству Англии. Английское правительство, вы, видя, что подобная ситуация приводит к вырождению нации, то есть, банально, надо защищать страну от иностранных каких-то ползновин, не нужны солдаты. Нужны солдаты, их надо набирать, и их будешь набирать. Иностранных граждан солдаты набирать нехорошо, могут забантоваться, хотя и к этому прибегали. А местное население вымирает, и набирать, собственно, там некому. Да, опять же, из сегодняшнего примера, в Штатах недавно была статья, что что-то там, блин, вылетело, по-моему, около 70% новобранцев негодных к службе в армии. Поэтому там что-то не мексиканцев уже готовы набирать, туда, чтобы хоть кто-то... Активно русских набирают, а даже из канала одного русского... Русских всех набирают с радостью. Даже если они идут почти. Вот в Англии 200 лет назад была такая же проблема, да, к вопросу на то, что изменилось за последние 200 лет. Соответственно, английское правительство начало привлекать всевозможные законы для того, чтобы ограничивать рабочий день. Опять же, частично мы в прошлой главе затрагивали, да, когда с 12-ти часового день рабочий сделали, а потом 10 с половиной часов рабочий день сделали. Законодательно. Опять же, это не просто так происходит, потому что, ну, правительство взяло и захотело это сделать. Это просто одна из сторон миндали. Вообще, в связи с такими безобразиями, соответственно, возникали волнения, начинали соединяться рабочие всевозможные профсоюзы, действовать коллективно, бастовать, выходить. Опять же, проходило до того, что там рабочих, точно так же, как и в России, до нас, да, в революцию, и перед ней рубили шашками, топтали конницей, все это было. Соответственно, путем борьбы рабочего класса и капиталистов, как класса, было разработано законодательство, которое ограничило рабочий день. Опять же, хотя закон капитализма действует по отношению к отдельным капиталистам как закон принуждения, несмотря на то, что в целом весь класс капиталистов договорился, что будет рабочий день сокращать до определенных нормальных, приемлемых, каких-то рамок, да, не выходить за рамки, ограничивать труд детский, ограничивать женский труд на тяжелых производствах, несмотря на то, что, хотя в целом, класс капиталистов принял эти законы для собственного сохранения, для заставления нации как вида целого. Несмотря на все это, отдельный каждый капиталист все равно пытается урвать от рабочего дня времени побольше. Опять же, мы все сталкиваемся, я думаю, на практике, в обед нас работать заставляют, до начала дня мы должны прийти рабочего, включить компьютер, подготовить там свое рабочее место, приготовиться к работе и тому подобное. Опять же, сотовые телефоны, очень хорошо можно по нему работника вызвонить в любое время и задать ему какой-нибудь вопрос, тем самым заставить работать так или иначе. В итоге, Марс приходит к выводу, что английское законодательство, несмотря на все свои ограничения, действует по старой русской поговорке, что закон что дышло, куда дышло, туда и вышло. То есть, закон можно вертеть, крутить, делать как угодно. Несмотря на все ограничения о 8-часовом дне рабочем, точнее, о 12-ти, потом у них 10-ти с половиной, у нас о 8-ми, все это прекрасно нарушается, обходится и выводится за рамки рабочего дня, чтобы получить эту дополнительную прибыль. Поэтому мы так мягко от английских законов перешли, эта шестая часть была, на примере английских законов как раз это все, как у них в Англии это обстояло, мы их пропустим опять же. Читать очень полезно, оно очень актуально и в сегодняшнем дне, можно было бы сегодняшние законы рассмотреть. И, соответственно, с английского законодательства Маркс переходит, развивая свою мысль, к законодательству других стран. Там, опять же, очень много примеров, очень интересных, но главное, он выявляет несколько законов. Первый, во всех странах капиталист стремится удлинить рабочий день тем или иным образом, законодательно, незаконодательно, да, вот у нас тут законодательно предлагали 40-часовую рабочую неделю. Был недавно у нас такой прецедент, когда кандидат в президент это предлагал. Если законодательно не получается, он увеличивает за счетом сокращения обеда, работы выходные и тому подобное. Это первое. А второй вывод, что для преодоления вот этого стремления и для сокращения рабочего дня рабочие отдельные бороться не могут, они могут работать, бороться с ним только как рабочий класс вместе организованный, то есть совместными коллективными действиями путем забастовок, стачек и тому подобной борьбы рабочие могут стремиться сокращать этот рабочий день. В том числе и законодательно, да, там, избираться, послать своих депутатов как угодно. То есть это борьба. С одной стороны капиталисты тянут сюда, с другой стороны рабочие тянут сюда. Борьба это постоянная и безостановочная. Более того, возвращаясь к сегодняшнему дню, да, при МАКСе рабочие, работали 12 часов, 6 часов на восстановление переменного постоянного капитала и 6 часов на прибыль капиталиста. Сейчас, через 200 лет, та же самая картинка. Мы работаем хотя 8 часов, но 2 часа на восстановление зарплаты капитала основного, ложного, а прибыль вся та же 6 часов. При этом, если вот эта часть у нас сокращается за счет производительности труда, то, соответственно, маржа за 8 часов у нас увеличивается. То есть, опять же, сравнивая с позицией 200-летней давности, несмотря на то, что да, формально у нас рабочий день 8 часов, а не как тогда 12, несмотря на сокращение рабочего дня, мы все равно вот эти прибавочные 6 часов отдаем и отдаем с каждым разом все больше, с каждым годом, потому что с каждым годом производительность труда растет, соответственно, вот эта часть у нас уменьшается, а это увеличивается. Соответственно, не сокращая рабочий день, мы каждый раз проигрываем капиталисту. Капиталисту как классу, я имею в виду, то есть как общности. Опять же, еще очень интересно. У Маркса такой пример есть. 1866 год. У нас рабство, крепостное право отменили 5 лет. В Америке 4 года, как отменили рабство. Казалось бы, да. Только-только пережили рабовладение, только-только пережили крепостное право. И в Америке уже предлагают 8-часовой рабочий день. Причем не просто предлагают, а начинаются коллективные действия по поводу приведения рабочего дня к этой норме. Стачки, сенаторы выступают и все остальное. Смотрим, у нас сейчас 2019 год. А у нас все те же 8 часов. Опять же, это к вопросу о том, что изменилось за 200 лет. Про что у нас там рассказывают, да, любят, что в СССР было плохо еще, там-там-там-там. Но, по факту, за 200 лет практически ничего не поменялось. Как там 8 часов, так и здесь 8 часов. При этом, в целом, я говорю, мы начинаем проигрывать, потому что, если мы берем не Россию, да, где-то 2 часа на восстановление стоимости авансированного капитала и на восстановление зарплат требуется. А какую-нибудь более экономически продвинутую страну, более технически развитую, да, типа Японии, опять же, мы ее разбирали как-то, там она уже меньше часа, соответственно, прибыль у капиталиста уже 7 с лишним часов. То есть сейчас, я думаю, можно сделать вывод из этой главы, что рабочий класс проигрывает по отношению к тому, что было в Англии 200 лет назад. Хотя, казалось бы, да, рабочий день сократился, условия труда получше, но капиталисты все равно выигрывают на это. На этом, наверное, все. И предлагаю перейти в части с дискуссией.